Казахстанские музыканты в Италии. Государственный театр оперы и балета имени Абая дал время блестящий гала-концерт. Гастроли организованы в рамках программы о продвижении казахстанской культуры в мире при поддержке Министерства культуры и посольства Казахстана в Италии. Ведущие солисты театра в сопровождении симфонического оркестра исполнили для зрителей произведения казахской, русской и западноевропейской классики. Репортаж нашего собственного корреспондента. В концертном зале аудиториум кончилиацьоны начинаются сегодня. Гастроли по Италии, артистов театра оперы и балета имени Абая в самом центре города, на набережной Тибра. Зал этот очень красивый, принимает много концертов классической музыки и может разместить до полутора тысяч человек. Открыла концерт симфонии из балета «Степная легенда» Тлеса Кашгалиева в исполнении оркестра. Артисты театра приготовили для римской публики произведения великих композиторов. Отрывки из известных во всем мире шедевров оперно-балетного искусства. «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Золушки», «Кармен», «Оперы Абай». Баритон Андрей Трегубенко, заслуженный деятель Казахстана, исполнил партию «Дон Жуана» в дуэте с Натальей Мезиной. И за кулисами признался, что в Риме выступает в первый раз. В Риме я всегда был проездом. Это первый раз, когда я мог увидеть уже в полной мере Рим. Мне очень понравился. Волнения нет никакого. Мы просто выходим насладиться этим процессом на сцене. Надеемся, что вот эта радость, она перейдет на зрителя. И в ответ мы получим какие-то аплодисменты. И вот такой вот вечный круг. Под руководством маэстро Аскара Бурибаева оркестр этим вечером не раз заставил присутствующих затаить дыхание. В зале наступала такая тишина, что даже шелест перевернутой страницы концертного буклета казался непростительно громким. Аплодировали артистам зрители стоя. Это все шедевры мирового оперного балетного искусства. Поэтому, конечно же, в Риме все это все знают, все слышали. И для нас это большая ответственность провести концерт на высоком уровне, чтобы показать, что Казахстан является одной из культурных стран. Я думаю, что в плане классической музыки мы, наверное, уже в тридцатке. Это желание нашего президента, чтобы мы вошли в тридцатку развитых стран. Но вот я думаю, что по классической музыке, опере, балету мы, наверное, уже там. Казахстанский государственный театр оперы и балета имени Абая, старейший в Казахстане, приобрел известность за свое высокое мастерство, говорит художественный руководитель. И не только на родине. В подтверждение его слов довольные зрители выходили из зала под впечатлением. Сегодня я увидела, что дирижеры живут музыкой. Они заставили инструменты петь. Гармония была во всем. Высочайший уровень. Хореография, костюмы. И потом я заметила, с какой грацией ваши артисты совершают поклон. Совсем не так, как у нас. Замечательный оркестр, красивые голоса, теноры, баритоны, сопрано. Музыка изумительная. Надо сказать, это был действительно прекрасный вечер. Это один из самых лучших концертов, которые в последнее время мы могли услышать в Риме. Мы хотели бы, чтобы эти артисты великолепные приезжали почаще к нам. И было интересно услышать не только музыкальную классику, оперы итальянских, французских, русских композиторов. Но было очень интересно услышать музыку композиторов Казахстана. Потому что эту музыку мы здесь не слышим. И с удовольствием эту музыку услышали. Великолепные голоса, которые могут украсить любой театр. Ласкало, римская опера, любой оперный театр. Можно сказать, что итальянские гастроли театра начались с хорошей ноты. Из столицы трупа отправятся в города Ферма и Ези, где коллектив уже знают и ждут. Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Хабар 24, Италия.